Одним из главных вопросов на повестке дня в городе по-прежнему остается благоустройство. Помимо обустройства общественных пространств, облик города определяет частота улиц и дорожных покрытий. Для кого ежедневная уборка уже давно превратилась в профессию, расскажет наш корреспондент. Возвращаясь из Белгорода, туристы всегда описывают его как маленький, внимание, ухоженный город. Однако сами горожане зачастую забывают, что за этим приятным словом стоит труд сотен людей, которые ежедневно выходят или выезжают благоустраивать город. Поехали! Под метально-уборочную машину он с улыбкой зовет пылесосом. Новый день за рулем такого аппарата встречает последние пять лет. Именно столько Борис Мироненко уже посвятил работе. В зимнее время уборка снега, а в остальное тротуаров и стоянок. Он признается, зачастую действительно устает, однако о выборе профессии пожалеть не пришлось. Порядок должен быть не только дома, но и в городе, потому что мы тут живем, ходим. Тут наши дети гуляют, также и родственники, и друзья, поэтому выбрал такую профессию. Но даже такая техника не сможет пройти по узкой дорожке. Тогда на помощь приходит машина меньше по размерам, но не по значимости. Управляет аппаратом Илья Виноградов. Он полтора года заботится о чистоте города. И уверяет, улыбку дарит не только чувство собственной нужности, но и слова горожан. Здесь не место стереотипам уверенной в Белгору благоустройстве, а потому с радостью примут в свои ряды новых помощников. По вакансиям нашим можно посмотреть все интересующие вопросы. На сайте у нас есть сайт Белгору благоустройства. Управление находится на Чемчево 31А. Каждый житель города, наверное, должен приносить какой-то вклад в чистоту и красоту своего города. Но также можно это сделать и работая у нас. Больше 800 человек ежедневно следят за чистотой общественных и дворовых территорий, состоянием дорог. Отвечают за освещение и озеленение любимого города. Ольга Горяйнова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.